Hyperloop. Абсурд. В этом видео мы рассмотрим Hyperloop, новейший вид транспорта, который предлагает предприниматель и миллиардер Илон Маск. Это будет самый передовой вид транспорта. У меня есть для него название Hyperloop. В этой системе средняя скорость составит 900 км в час. Самоксимальная 1220 км в час. Это очень похоже на самолет, летящий на большой высоте. Внутри трубы атмосфера с низким давлением и капсула, которая приподнята, ни с чем не соприкасается, не встречает большого сопротивления благодаря низкому давлению. Движение в системе очень скоростное. Из центра Лос-Анджелеса можно будет доехать до центра Сан-Франциско за 30 минут. У нее очень низкое энергопотребление благодаря использованию солнечной энергии. Фактически Hyperloop может производить больше электроэнергии, чем ему нужно, для потребления как в замкнутой системе. Он производит больше мощности, чем потребляет. Его строительство также намного дешевле. Всего одна десятая 6 миллиардов долларов от стоимости по проекту скоростной железной дороги в Калифорнии. Это значит, что билеты будут стоить всего 25 долларов. В вакуумной трубе по стоимости строительства меньше того, что сейчас предлагается по проекту высокоскоростной железнодорожной трассы. Он будет производить больше мощности от солнечных батарей, чем потребляет. А билет будет стоить всего 20 баксов. Ого! Это полная чепуха. Конечно, сам принцип прекрасен, но он неосуществим на практике. Это то же, что и покрытие дорог с солнечными панелями. Звучит отлично, но в реальности это чепуха, созданная шарлатаном или безумным оптимистом, лишенным чувства реальности. Первая проблема в достижении этой нереальной цели — строительство вакуумной камеры длиной 600 километров. Даже в тестовой трассе Hyperloop диаметром 2 метра и 3 квадратных метра в сечении длиной 600 километров, то есть 600 тысяч метров, внутренний объем этой трубы составит 2 миллиона кубометров. Давайте сравним это с самой большой вакуумной камерой в мире, объем которой составляет 1,5 от вышеуказанного, то есть 30 тысяч кубометров. Это установка космических исследований НАСА в Кливленде, Огайо, и это самая большая в мире вакуумная камера. Она используется для испытания космических кораблей в условиях космоса. Да, это вакуумная камера, которую НАСА использует для тестирования своих космических кораблей. Она в 50 раз меньше, чем самый маленький вариант Hyperloop. Она используется для испытаний космических кораблей в условиях космоса. Для этого из нее откачивается 30 тонн воздуха, пока его не останется всего 2 грамма. Проблема при строительстве вакуумной камеры таких размеров состоит в том, что ее конструкция должна быть очень прочной. Алюминий не самый лучший и прочный материал для строительства вакуумной камеры, поэтому снаружи создается мощная бетонная оболочка. Эта установка способна принять на себя нагрузку, поступающую снаружи, когда воздух откачан до условий космоса. Потому что снаружи на нее воздействует огромное атмосферное давление, около 10 тонн на квадратный метр. Сейчас продемонстрирую это. Вот один квадратный метр. Атмосферное давление равно приблизительно столбу воды высотой 10 метров. То есть 10 раз больше длины этого ребра здесь. Представим, что мы залили 10-метровый столб воды на этот один квадратный метр. А один кубометр воды весит одну тонну. Значит, 10 метров воды создадут давление в 10 тонн на этот квадратный метр. Итак, атмосферное давление составляет 10 тонн на один квадратный метр, а изнутри трубы ничто ему не противодействует, так как там только вакуум. А еще надо учесть вибрационную нагрузку от 15-тонной капсулы, движущейся внутри трубы почти со скоростью звука. Толщина стенок трубы около 2 сантиметров, менее дюйма. Отлично. Теперь давайте посчитаем, сколько стали потребуется лишь для изготовления трубы для этой конструкции. Получится столько же, 500 тысяч тонн, сколько ее было применено во Всемирном торговом центре. А это были два гигантских небоскреба. Замечательно. Ну, со сталью мы разобрались. Однако сейчас возникает первая настоящая проблема – температурное расширение. Большинство людей знают, что для сохранения железнодорожного полотна в нем должны быть температурные швы. Посмотрим на температурное расширение для стали. Это 13 единиц от миллиона на 1 градус Цельсия. Предположим, что перепад температур происходит от точки замерзания, 0 градусов, до 40 градусов по Цельсию, как в самый жаркий день. В этом случае при подобном диапазоне температур длина 600-километровой трассы Hyperloop изменится на 300 метров. Это же длина трех футбольных полей. Понятно, что температурные швы необходимы. Это легче понять, если посмотреть на температурные швы на мостах. Хотя здесь их меньше, чем должно быть на вакуумной трубе, так как в том случае они должны будут сохранять вакуум при изменении ее длины. Возьмем что-нибудь попроще, например, участок трубы длиной 100 метров. Расширение в том же диапазоне температур составит на нем 50 миллиметров, пару дюймов. Итак, нам нужен температурный шов на каждые 100 метров. Значит, на 600-километровой трассе Hyperloop понадобится 6000 подвижных вакуумных уплотняющих манжет. Выход из строя любой из них будет катастрофическим для людей внутри Hyperloop. Мы говорили о 100-метровом сегменте трубы. Длина ныне изготовленных сегментов, где-то 10 метров. Это означает, что понадобится 60 тысяч подвижных вакуумных уплотнителей на трубе диаметром 2 метра. Единственное, что-либо похожее, хотя бы для примерного сравнения, это большой адронный коллайдер. Длина его трубы где-то 50 километров. Она расположена под землей, поэтому там более-менее постоянная температура и отсутствует проблема расширения. Ее объем составляет 0,01 от объема Hyperloop, и в ней нет 15-тонной капсулы, двигающейся внутри. Тем не менее, на ней много уплотнителей. В основном они неподвижны. Они статичны. Требуется только затянуть болты, и все в порядке. А как же это формулируется в исходном проекте Hyperloop? Телескопическая труба, похожая на выдвижные квадратные трапы для доступа в самолеты в аэропортах, будет необходима на конечных станциях, чтобы принимать на себя кумулятивные изменения длины трубы. Это просто вынесло мне мозг. Звучит так, будто они хотят соединить сваркой все трубы вместе. Это означает, что они не сделали даже простейших расчетов по расширению. Конечно, сварные трубы очень хороши для удержания вакуума. Но не значит ли это, что в самый холодный и самый жаркий день расположение ваших станций будет отличаться на длину трех футбольных полей? Это самая компактная станция. Основная активность происходит здесь. А здесь зона отдыха и шоппинга, магазины, кофейни. Все делается на ходу. К тому же, если сварить все эти трубы вместе, возникают многочисленные проблемы с потерей устойчивости опор. Неважно, будут они окрашены белым или нет, под жарким калифорнийским солнцем, верхняя часть трубы будет нагреваться больше, чем нижняя. Значит, верх будет расширяться больше, чем низ. И на 600-километровой трубе возникнет масса проблем с искривлением, как это происходит с биметаллической полоской. Метер расширяется больше, чем сталь, поэтому биметаллическая полоска должна изогнуться в сторону стали. Прекрасно. Альтернативой могут стать 6000 вакуумных уплотнительных манжет. Но я, имея многолетний опыт работы с вакуумом, должен сказать честно про вакуумные уплотнители на трубе диаметром 2 метра. И здесь у вас не будет шансов. Так почему же этот транспорт должен двигаться в вакууме? Ответ прост. Вы снижаете сопротивление воздуха. И это главная причина того, что самолеты летают так высоко. Потому что чем выше вы в атмосфере, тем меньше там воздуха, и, соответственно, его сопротивление. Однако и здесь нужен компромисс, так как двигателям нужен этот воздух для сжигания топлива и создания тяги. Вы не должны подниматься слишком высоко, иначе ваши двигатели лишатся кислорода. Но есть и другая проблема. Людям тоже нужен воздух для жизни. Поэтому при разгерметизации капсулы Hyperloop по любой причине, люди погибнут точно так же, как и в открытом космосе. Были случаи, когда я задыхался от своих выходок, как будто был в открытом космосе. Надо было слушаться маму в молодости. А что она тебе говорила? Не знаю. Я ее не слушал. И, конечно, в космосе бесполезно звать кого-то на помощь, потому что там вас никто не услышит. Вот именно это и делает Hyperloop, перенося все возможные космические трудности на поверхность Земли, запуская капсулу со скоростью звука в огромном пушечном стволе. Следующий из ключевых проблем. Что будет, если не все пойдет как нужно? Когда вы едете со скоростью 1000 км в час в капсуле в нескольких сантиметрах от стенки трубы, вы несетесь, как выпущенная из винтовки пуля. Только это 15-тонная пуля. И если в вашей капсуле или в трубе появится трещина от касания этой стенки, все погибнут очень быстро в результате аварии. Конечно, то же самое может произойти и с вами, и в случае аварии, когда вы едете в машине на скорости 50 км в час. Но проблема в том, что любая трещина в Hyperloop убьет всех остальных, кто находится в трубе. Дело в том, что при пробойне в трубе в нее ринется воздух со скоростью звука. Ее рассчитать нетрудно. Скорость звука определяется тем, насколько быстро сталкиваются молекулы воздуха, то есть в основном, с какой скоростью они движутся. Когда молекулы проникают в вакуум, там ничто не останавливает их. Таким образом, воздух устремляется в вакуум со скоростью звука. Он разобьет любую капсулу на своем пути. Это можно назвать каскадом аварии. Будет множество столкновений. В трубе вакуум, поэтому воздух устремляется в нее с разницей давления в одну атмосферу. А что это значит? Рассмотрим это так. Атмосферное давление составляет около 10 тонн на 1 квадратный метр. Это вес среднего грузовика. И вот этот вес в виде воздуха несется на вас со скоростью звука. Газ или воздух являются сильно сжимающимся веществом. Оно разрушает все, на что наталкивается. Для этого достаточно вспомнить, какие разрушения несет воздушная ударная волна от ядерного взрыва. Взрыв создает воздушную волну со сверхдавлением в 10 фунтов сил на квадратный дюйм, волна с давлением в одну атмосферу — 15, в полтора раза больше. Воздушная волна от взрыва может разрушить крупный корабль. При 14 фунтов сил на квадратный дюйм корабль будет разорван на части и затонет. Удар от волны разрушает и сносит надземные конструкции. На более дальних расстояниях сверхдавление в 6 фунтов сил на квадратный дюйм может разрушить и повредить легкое оборудование. Внутреннее оборудование и каюты тоже повреждаются взрывом. Сбиваются над палубные конструкции. Проникая через иллюминаторы, сверхдавление повреждает бойлеры. Массовые поражения людей наступают при сверхдавлении свыше 3 фунтов сил на квадратный дюйм. Здесь было шесть, в два раза больше. По этой технологии двигателем в капсуле является гигантская турбина, размещенная в ее передней части. Это замечательно, за исключением того, что ей нужно будет работать в почти полном вакууме. Это значит, что она должна будет вращаться фантастически быстро. Гораздо быстрее, чем любая другая турбина в нашей плотной атмосфере. Стандартный двигатель реактивного самолета. Четыре дросселя вращения лопастей почти 3000 оборотов в минуту. Центробежная сила лопастей вырабатывает мощность, равную мощности 100-ти тоннного локомотива. Обычные двигатели, предназначенные для полетов на высоте 10 километров, работают в условиях 1,5 атмосферного давления. Это в 200 раз больше, чем давление в Hyperloop. Естественно, в Hyperloop давление в 200 раз меньше, чем это. Прекрасно. На капсулу приходится в 200 раз меньше сопротивления. Это радовало бы, конечно, если бы турбине не пришлось вырабатывать тягу в 200 раз больше по сравнению с турбиной в атмосфере на высоте полета реактивного самолета. Лопасти должны вращаться с такой скоростью, что вряд ли какой-либо материал это выдержит. Но если это и произойдет, турбина будет потреблять огромное количество энергии. Это не проблема, если у вас хорошие подшипники и все сбалансировано. Но если не все идеально, то в случае попадания воздуха в трубу, турбина вдруг начнет работать не при одной тысячной атмосфере, а получит давление воздуха в одну десятую атмосферы. Это нагрузка в 100 раз больше того, на что она рассчитана, что приведет к поломке лопастей. Давайте представим ее разрыв в трубе. В этом случае произойдет отключение энергосбережений для капсулы. Теперь у нее остаются только ее собственные аккумуляторы. Что же случится с людьми, попавшими в ловушку в этой 600-километровой стальной трубе? На них несется стена воздуха со скоростью звука. Это ударная волна, которая убьет всех в капсуле, когда столкнется с ней. Единственный вариант включить тормоза. Аварийные тормоза. Остается только надеяться, что тормоза не подведут, и капсула окажется достаточно прочной, чтобы выдержать удар волны в одну атмосферу. Честно говоря, я сомневаюсь в этом, потому что эти капсулы спроектированы до работы при одной тысячной атмосфере. Они не рассчитаны на удар воздушной волны в одну атмосферу, несущуюся со скоростью звука. Но в целях продолжения рассуждений предположен, что вы выжили. Теперь вы в ловушке в 600-километровой трубе в герметично закрытой капсуле, из которой вы не можете выбраться. Где заканчивается воздух, и происходит быстрое накопление углекислого газа. Вы погибнете. Как можно спасти людей, находящихся внутри 600-километровой металлической трубы? Вся система тяги зависит от газа в трубе, давление которого почти такое же, как в космосе. Одна тысячная атмосфера. Эта тяга создается турбомолекулярным насосом. Это единственное устройство, которое может работать в условиях разрежения, сравнимых с космическими. Это вообще-то неплохая идея, за исключением того, что оно совсем небольшое и работает при 20 тысячах оборотах в минуту. Это почти в 10 раз быстрее, чем скорость вращения лопастей в турбине самолета. Работает 4 дросселя вращения лопастей почти 3000 оборотов в минуту. Но каждая из лопастей не сможет создавать тягу в 100 тонн. Центробежная сила лопастей вырабатывает мощность равной мощности 110-тонного локомотива. Что составит, вероятно, более 1000 тонн. Это одна из причин того, что больших турбомолекулярных насосов не существует. Но если вы и найдете такой, вряд ли он сможет выдержать столкновение с каким-либо предметом или удар воздуха, поступающего из повреждения в трубе. Вся эта штука просто сверхоптимистична. Капсулы несутся в трубе почти со скоростью звука. Если они столкнутся с каким-либо случайным предметом, это будет эквивалентно выстрелу из пистолета по статичной капсуле. А что случится в результате аварийной декомпрессии? Придется повторно наполнять воздухом всю трубу. Все просто. В трубу придется закачать 2000 тонн воздуха, пока кто-нибудь не стал жертвой вакуума, почти такого же, как в космосе. И это не говоря уже о проблеме аварийного торможения. Вы едете почти со скоростью звука. При повторной закачке произойдет возвращение динамической нагрузки. Для этого в случае аварии понадобится десятки тысяч больших вентиляционных отверстий по всей длине трубы. И есть еще тысячи причин для выхода из строя этой системы. Главная проблема для Hyperloop — сделать поездку в трубе комфортабельной. У Hyperloop будет свой стиль и дизайн? Да. Когда будет произведена аварийная закачка воздуха, эти 15-тонные капсулы должны будут двигаться на своих колесах к аварийному выходу. А что здесь за модели? Здесь у нас два набора моделей. Первый здесь что-то вроде велосипеда. Это модели для исследований. А вот готовые изделия для проектирования интерьера и размещения сидений. Значит, это варианты капсул. А что же насчет аварийных ситуаций? Никто ничего не знает, потому что они не проработали даже простейших вещей, например, строительство 600-километрового вакуумного трубопровода. Хочу сказать, что Hyperloop был бы великолепной идеей, если бы были известны все практические проблемы его реализации. Я говорю о том, что в случае крупной аварии, например, аварийной остановки одной из капсул, каждые две минуты со станции будут отправляться следующие капсулы для поездки продолжительностью 30 минут. На всю длину трубы будет 15 капсул, по капсуле на каждые 40 километров. Представим, что какая-то капсула пробивает стенку трубы. За время движения к этому месту следующей капсулы на ее пути окажется колонна воздуха длиной 40 километров. Она будет двигаться со скоростью звука, а эта колонна воздуха будет весить около 100 тонн. Она ударит по капсуле весом 15 тонн. Я провел эксперимент в вакууме, где у моего металлического шарика была гораздо большая масса, чем у воздуха, поступающего в трубу. Это сделано в масштабе 1 к 100 от Hyperloop. Внутри маленький металлический шарик. То есть вот маленький металлический шарик в моем маленьком Hyperloop. Будем имитировать прорыв вакуумной трубы. Вот что происходит при этом. Снято на камеру со скоростью 1000 кадров в секунду. Мгновенное ускорение. И это всего лишь трубка с маленьким диаметром и короткой длиной, полметра. Воздух был массой в 100 раз меньше, чем толкаемый им шарик. И вот какой результат. Теперь можно представить, что произойдет в настоящей трубе Hyperloop, где воздух, заполняющий ее, будет иметь гораздо большую массу, чем толкаемый им объект. В следующем примере это теннисный шарик. Сейчас я откачиваю воздух. Три, два, один. Ого! Давайте посмотрим на эту банку. Прекрасная дырка, правда? В нее ударился шарик со скоростью 800 км в час. Мы выпустили его почти со скоростью звука. Это более похоже на то, что случится с капсулой в большой трубе при ее повреждении. Даже в самолетах случаются такие случаи, но если в них нарушается герметизация, то это происходит в атмосфере. К тому же там имеется система аварийной подачи воздуха, что позволяет пилоту снизиться на более приемлемую для дыхания высоту. Если из строя выйдет двигатель, есть другие для продолжения полета. И если возникнет вибрация или турбулентность, это небольшая проблема, так как вокруг много пространства для полета. У него нет рядом на расстоянии двух сантиметров стенки, которая разрушит самолет и убьет всех пассажиров. У него нет рядом других самолетов, с которыми он мог бы столкнуться на этом маршруте. Самолеты долгое время совершенствовались так, чтобы какая-то одиночная поломка не стала для них катастрофической. Конечно, они стоят очень дорого, но они довольно хорошо защищены. Да, на земле их можно расстрелять, но в воздухе они быстрее всех видов оружия, за исключением высокоэффективных боевых ракет. С Hyperloop дела обстоят совершенно иначе. Его длина 600 километров, и он идет посредине автострады. Он беззащитен со своим сумасшедшим антиматериальным стволом, заключенным в трубу. С чем-то, что может стать фатальным почти для всей системы. Что очень важно, катастрофа одного самолета не разрушает всю инфраструктуру и не уничтожает тех, кто летит по тому же маршруту. Единственная причина для применения Hyperloop — его эффективность на относительно коротких расстояниях. На расстояниях больше этого экономически более эффективно использовать реактивные самолеты. Да, для Hyperloop на станциях не требуется так много охраны, как в аэропортах. Но когда расстояние превышает 500 километров, самолеты становятся намного более рациональными. Им для работы не требуется труба стоимостью 10 миллионов долларов за милю длины. К тому же авария любой 15-тонной капсулы, несущейся со скоростью 1000 километров в час, разорвет трубу и, скорее всего, станет смертельной для всех, кто в этой трубе находится. На практике это может означать, что для Hyperloop потребуются такие же меры безопасности, как и для воздушных перевозок. Движение в системе очень скоростное. Из центра Лос-Анджелеса можно будет доехать до центра Сан-Франциско за 30 минут. Это означает, что в реальности Hyperloop не будет иметь значительного преимущества по времени перед полетом на самолеты. К тому же они почти забыли про многие нули в стоимости этой системы. Они оценивали ее всего в 6 миллиардов. Всего одну десятую от проектной стоимости скоростной железной дороги в Калифорнии. Теперь же они говорят уже о 100 миллиардах долларов, что сравнимо со стоимостью железной дороги Моглев почти такой же длины, которая сейчас строится в Японии. На ней скорость будет в два раза меньше, чем у Hyperloop, но у нее не будет недостатков, подобных космической поездке в пушечном стволе. Они считают, что стоимость инфраструктуры Hyperloop окупится в течение 20 лет. Они думают, что не будет расходов по эксплуатации, техническому обслуживанию, инфраструктуре, контролю, ремонту и энергообеспечению. Давайте будем более реалистичными и скажем, что заявленная стоимость билета в 25 долларов поднимется до более вероятных 250, а 30-минутное время поездки увеличится до полутора часов, включая время, чтобы добраться до станции и пройти известный контроль безопасности. Стоить поездка будет столько же, что и билет на самолет. Вы считаете, что работаете над проектом, который изменит будущее? Конечно, если у меня будет свободный день, и я захочу послушать оперу в Сан-Франциско, легко смогу это сделать и вернуться домой вечером перед сном. Еще одна опасность подобного путешествия – это калифорнийская пустыня. У Hyperloop их довольно много. Даже если вы проигнорируете скандальное повышение зарплаты до полумиллиона долларов в год, их позже уволенной сотрудницы по связям с общественностью. Да, неплохая зарплата в полмиллиона долларов. Неудивительно, что они раздули рекламную кампанию своей системы. Мы стоим на тестовом участке. Это для нас очень важный момент. На самом деле, это казалось тележка Маглев, проехавшая участок пути в 200 метров. 5, 4, 3, 2, 1. Этот отсчет занял больше времени, чем проезд этой тележки. 5, 4, 3, 2, 1. Может быть, вы думаете, что Hyperloop появится через несколько лет? Это появится намного быстрее, чем можно себе представить. Надо же, поезд Маглев. Он является первым успешным испытанием системы Hyperloop. У него очень низкое энергопотребление благодаря использованию солнечной энергии. Фактически, Hyperloop может производить больше электроэнергии, чем ему нужно для потребления, как в замкнутой системе. Он производит больше мощности, чем потребляет. Между прочим, любой транспорт может быть самодостаточным по энергопотреблению, если на его крыше будут установлены солнечные панели. Но для этого совсем не обязательно помещать вашу железную дорогу в вакуумную трубу. Маглев 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 Субтитры сделал DimaTorzok